книга открытым оком том 1 тема вера вопрос 10 можно ли назвать причина совершенного человеком того или иного греха например осуждение объедение или без всякой причины человек по своей доброй воле совершает грех отвечает игнатий тихонович лапкин грех это то что разделяет с богом какие-то грехи человек приучен навыкам замечать а какие-то совершая и не замечает во всем руководствоваться нужно неповрежденной совестью и словом божиим и иметь всегда рядом духоносных друзей есть изречение у виктора гюго который можно оспаривать грешить как можно меньше мечта человека совсем не грешить мечта ангела скобках книга иова 418 вот он и слугам своим не доверяет и в ангелах своих усматривает недостатки иова 25 5 вот даже луна это не светла и звезды нечисты пред очами его навык опыт возраст духовной приобретаются они сразу только на молитве искренней открытой можно увидеть себя в истинном свете даже в юности премудрость соломона 4 10 и 16 стихи как блок годивший богу он возлюблен и как живший посреди грешников представлен праведник умирая осудит живых нечестивых и скоро достигшие совершенства юность долголетнюю старость неправедного псалом 18 13 стих кто смотрит погрешности свои от тайных моих очисти меня в молитве так и читается согрешение вольное и невольное ведение и неведение самый большой подвиг в жизни человека победить грех и соединиться с богом псалом 40 13 а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем твоим навеки главная причина греха потеря страха божия а без него ничего великого не сотворишь когда спрашивали серафима саровского кавычки открыто почему мы не можем победить грех отречься от самих себя кавычки закрыты он отвечал кавычках не хватает решимости